Я выступаю здесь, по случаю открытия вашей церкви. На Астраханской земле высадился десант стаинтологов. Они инициировали так называемый Волжский тур доброй воли. Наш отряд идет первым эшелоном. Насекомых хватит на всех. Елена с ужасом вспоминает те пять месяцев, когда в качестве вип-клиента проходила в Америке курс суперсилы. Только представьте за 50 тысяч долларов. Привет, с вами Гео. И сегодня мы опять поговорим о Боге. А еще об инопланетянах и прошлых жизнях. Для начала я попрошу вас поставить лайк и поддержать нас, если вам понравится ролик. И не забывайте подписываться на канал. Сначала хочу поделиться с вами важной мыслью. Религия это удивительное явление. Огромное количество людей верят в совершенно разные сверхъестественные вещи и уверены, что только их представление о мире истинное. Не поймите неправильно, мне в целом все равно. Не собираюсь вообще никого осуждать. Пусть каждый верит во что хочет, пока это не мешает другим. Мне интересно другое. А в насколько абсурдных штуках можно убедить, кого бы то ни было, если очень постараться? Коротко на этот вопрос можно ответить так. Какая бы безумная чушь не существовала на свете, всегда есть те, кто абсолютно искренне в нее поверит. Тут как бы огромное количество самых разных сект не даст соврать. Причины появления новых культов бывают разные. Деньги, глупость, самоуверенность, харизма. Кто-то начитался эзотерических книг и решил, что нашел способ, как объединить все религии в одну. Другой забил на все моральные принципы и решил заработать бабла на доверчивых дураках. Я, конечно, все упрощаю, но плюс-минус это как-то так и работает. Но сегодня у нас совершенно особенный герой. Элрон Хаббард. Человек, которому приписывают фразу «хочешь заработать миллионы? Создай религию». Человек, которому и вправду это удалось. Он основал единственный в 20 веке довольно крупный культ – саентологию. Что мы про нее знаем? Как и любая секта, она подвергается насмешкам и проклятиям. В России несколько саентологических книг даже внесены в список экстремистских материалов. А две их организации признаны нежелательными. При этом сама по себе церковь саентологии не запрещена. А еще саентологами являются Том Круз и Джон Траволта. Окей, как бы секта и секта. Что тут такого? На ютубе есть десятки роликов, где над саентологами смеются и призывают обходить их стороной. А за тем, что я уже не в первый раз рассказываю о сектах и заметил одну интересную деталь. О любой новой религии лучше всего говорит биография ее основателя. Именно личность Хаббарда заставляла людей в свое время становиться саентологами. Когда я начинал собирать материал, то думал, что это будет просто очередная забавная история про хитрого мошенника, который нашел способ, как хакнуть систему. Что-то типа Мавроди от религии. Но реальность оказалась далеко не такой забавной. Сегодня церковь саентологии известна радикальной нетерпимостью критики. Они реально пытаются усложнить жизнь всем. Подают бесконечные иски в суды, пытаются накопать компромат, преследуют и угрожают. Все это началось не вчера, а пришло прямиком из времени, когда Хаббард был еще жив. И сам Хаббард имел к этой практике прямое отношение. Это лишь один штрих к портрету этого человека. Так чего еще можно ожидать от того, который однажды сказал, «Истина – это то, что является истиной для вас». Итак, книга «Дионетика» вышла в начале 50-х. Это было первое по-настоящему успешное произведение писателя-фантаста Рона Хаббарда. Вот только в отличие от всех его предыдущих работ, это был не художественный роман, а нон-фикшн. Я бы на самом деле сказал псевдо-нон-фикшн. Но на обложке это, понятное дело, никто не писал. Короче, в чем была суть? В книге Хаббард описывал наш настоящий мир, делал вывод, что все болезни от нервов, и предлагал простой способ – как вылечить все на свете. От прыщей до рака. Почему читатели этому поверили? Потому что Хаббард утверждал, что его методы 100% рабочие, ибо он проверил их на себе. И в качестве пруфов рассказывал о своей нелегкой жизни, как он воевал сразу на пяти фронтах, был ранен, почти ослеп, но благодаря дианетике восстановил зрение и все остальное. Как тут было не поверить? Тут можно заметить, что уже с самой первой книги по саентологии ее авторитет держался на авторитете Хаббарда. Его удивительная жизнь была буквально единственным доказательством эффективности дианетики. Я специально хочу обратить на это внимание, потому что часто можно слышать мнения, типа «нужно отделять творчество от личности творца». Пусть он был мудаком, негодяем и сволочью, зато вон какую важную вещь изобрел. Так вот, в случае с саентологией это не работает. Саентология неотделима от личности Хаббарда. Так что давайте-ка поближе на эту личность посмотрим. А поможет мне в этом книга Рассела Миллера. На русский ее не переводили, но она считается лучшей биографией создателя саентологии. Итак. В официальных биографиях Хаббарда представляют чуть ли не сверхчеловеком. Изучал Фрейда, объездил весь мир с этнографическими экспедициями, пил чай с тибетскими ламами, был героем Второй мировой, исцелил сам себя от слепоты и перелома позвоночника, открыл все тайны мироздания и решил поделиться ими со всеми, кто хотел слушать. Но тут сразу надо вспомнить, что Хаббард – это в первую очередь писатель-фантаст, и ничто не мешало ему выдумать себе любое прошлое, которое он захочет. Так что давайте как-то попробуем отделить реальность от его бурной или больной фантазии. Итак, Лафайет Рон Хаббард родился в США в 1911 году. Он был потомком французского дворянина и рос на богатом ранче своего дедушки, а ездить на лошади научился чуть ли не раньше, чем ходить. Там Рон познакомился с племенем индейцев из племени черноногих и даже стал кровным братом одного из них. Отец всегда старался дать Рону лучшее образование, поэтому уже к 12 годам тот прочитал большое количество мировых классиков и стал интересоваться философией и религией. А через год юный Хаббард стал самым молодым скаутом-орлом. Это значит, что он собрал минимум 21 значок за различные достижения. Звучит круто, но не сказать, что прям фантастично. В целом я не раз рассказывал про людей, которые происходили из богатых фамилий. Тем удивительнее, что Хаббард умудрился наврать даже здесь. Разумеется, никаких французских дворян среди его предков не было. А дед работал скромным ветеринаром. Богатого ранчо у него тоже, конечно, не было. А ближайшее племя индейцев жило от дома Хаббарда в 100 километрах вообще. И у них даже не было ритуала, по которому можно было бы стать кровным братом. Так что давайте еще раз. Отец Хаббарда был отставным моряком, а мать – учительницей. Когда началась Первая мировая, отец вернулся на флот, после чего семья стала активно переезжать из города в город. После войны ситуация не изменилась. Хаббард продолжал часто плавать на корабле. В одном из таких плаваний он познакомился с доктором Джозефом Томпсоном. Это был такой довольно известный врач-зоолог, который немного увлекался психоанализом. Позже Хаббард будет утверждать, что Томпсон многому его научил в плане того, как устроена человеческая психика. А это очень круто, ведь Томпсон был учеником самого Фрейда. Я тут замечу только то, что Хаббарду в тот момент было всего 12 лет. Томпсон действительно занимался психоанализом, но никогда не был учеником Фрейда. И никаких свидетельств того, что он учил или хотя бы знал Хаббарда, у нас нет. Все, что нам известно, это то, что однажды эти двое действительно плыли на одном корабле. Сам Томпсон о молодом Хаббарде никогда не упоминал. Но кто ж его знает? А вот с его скаутскими достижениями все немного интереснее. Рон действительно был скаутом и действительно заработал 21 значок. Его даже приглашали в Белый дом по случаю какого-то там праздника. И он жал руку президенту США Калвину Кулиджу. Но тут сразу надо сказать, что президент участвует в большом количестве формальных мероприятий. И много кому жмет руки. Не стоит думать, что Хаббард был каким-то уникальным ребенком, что его лично доставили познакомиться с Кулиджем. Он был там в составе делегации скаутов от Вашингтона, где было еще 40 детей. А что касается того, что Хаббард стал самым молодым скаутом-орлом в истории США, то эту информацию тоже никак нельзя проверить. В то время скауты просто не записывали возраст участников. Короче, уже здесь видно, как Хаббард начал пририсовывать себе достижения, которых на самом деле не было. Тут он это делал еще аккуратно, не отрываясь от реальности. Но чем старше он будет становиться, тем меньше будет сдерживать фантазию. В 1924 году Хаббард пошел в среднюю школу в Брементоне, а через три года перешел в школу Сиэтла. Это было связано с очередным переводом отца. В 1927 году его вообще отправили на Гуам. Это маленький остров в Тихом океане, который является самым западным владением США. Самого Рона туда, правда, не взяли, а оставили у дедушки с бабушкой, чтобы он закончил школу. Как вы уже помните, дед у него был обычным ветеринаром. Но в будущем Хаббард придумает ему несметное богатство. И не просто так. Ему нужен был богатый родственник, чтобы объяснить другую свою фантазию. Этнографические экспедиции по Китаю. В одной из поздних книг Хаббард писал, что дед спонсировал его духовные поиски. Якобы в возрасте 16 лет он побывал в Японии, Китае, Индии и на Филиппинах. Если что, Япония и Китай в то время были, не сказать, что прям открытыми странами. В саентологической литературе это путешествие описывается так. Хаббард пробрался вглубь западных холмов Манчжурии и за ее пределы. Преломить хлеб с монгольскими бандитами, разжечь костры с сибирскими шаманами и подружиться с последними в ряду магов со двора Хубилай Хана. Во как. Если читать дальше, то там прям приключения похлеще затерянного мира. Молодой Рон в компании майора британской секретной службы мочит пиратов, пробивает себе дорогу среди джунглей, выигрывает состязания у итальянского фехтовальщика. И везде аборигены принимают его как родного и радостно открывают мистический секрет. А Хаббард их слушает с большим уважением и восхищением. Но что мы на самом деле знаем о его путешествиях? У нас есть дневник воспоминания современников и послужной список отца. Все вместе они рисуют нам совершенно другую картину. Сам Хаббард сделал тогда записи о двух поездках в Китай. Первая это была дорога в гости к родителям на Гуам. И путешествовал Хаббард не с британским разведчиком, а с мамой. Второй раз в Китае он тоже ездил с родителями на отдых. А его отзывы о китайцах были далеки от восхищения. Китайцы пахнут всеми ваннами, которых они не принимали. Хаббард назвал дворцы запретного города очень дренными. А достопримечательности Пекина обозвал заправочными станциями для туристов. Про Тибет в дневниках вообще нет ни слова. И это неудивительно. Кто бы его туда пустил? Это вообще была практически закрытая территория. А вот в Индии Хаббард действительно бывал. Пересаживался с поезда на поезд на вокзале в Калькутте. Вот и все его экзотические похождения. Это все равно, что я съездил бы сейчас на пляж в Анталию. А потом всем рассказывал, как изучал в горах древние священные тексты Османской империи. Кстати, а как он вообще оказался рядом с родителями, когда те вообще-то оставили его в США учиться в школе? А дело в том, что учился он так себе. Получал плохие оценки, бросил школу и уехал в Гуам. Там за его обучение взялась мать. Она решила подготовить его к поступлению в Военно-Морскую Академию США. Но с задачей не справилась. Хаббард провалил экзамен. Впрочем, не сказать, что он так уж старался. Одной из причин, почему его не взяли в Академию, было плохое зрение. Как бы ноль вопросов. Негоден, значит, негоден. Но спустя 11 лет Хаббард записал, что использовал близорукость, как предлог, чтобы не учиться. В феврале 1930 года Хаббард снова оказывается в Америке и поступает в школу Вудвора. Это никакое не высшее учебное заведение. Хаббард идет туда, чтобы набрать баллов для университета Вашингтона и поступить без экзаменов. И тут начинается еще одно мифологическое время. Саентологи придают очень большое значение тому, что Хаббард учился в таком престижном заведении. Там он якобы стал физиком-ядерщиком. Изучил прям весь передовой край науки, что позволило заложить научную основу под духовные практики. Саентологию, кстати, называют математически точной религией. Хаббард изучал математику, инженерное дело и посещал первый в Америке курс по атомным и молекулярным явлениям. Хоть это было и не обязательно, но он брал дополнительные предметы. Это дало ему инструменты, с помощью которых он мог исследовать нерешенные вопросы жизни и человеческого разума. Эл Рон Хаббард стал первым, кто привнес научную методологию в изучение вопросов существования. Короче, Хаббарда представляют человеком с огромным количеством знаний в самых разных областях. А что на самом деле? В реальности Хаббард кое-как проучился два года, перебивался с двойки на тройку и в конце концов бросил университет. Вот и вся история. Попутно он успел еще отслужить в морской пехоте, но не испытывал никаких тягот к службе, так как это была учебная часть, связанная с университетом. Даже сам Хаббард до публикации своей официальной биографии не стеснялся рассказывать, что единственное полезное применение полученным знаниям он нашел в сочинении «Фантастики». В универ он, кстати, пошел не по своей воле, а по желанию отца. И учился не на физико-ядерщика, а на инженера-строителя. На втором курсе Хаббард действительно записался на курс ядерной и молекулярной физики, но получил двойку. Зато куда больше учебы его привлекало кое-что другое. Хаббард уже тогда активно сочинял фантастические рассказы, благодаря чему получил место корреспондента в студенческой газете. На этой работе он, правда, долго не задержался, потому что считал, что достоин сразу занять должность главного редактора. Но почему-то этого никто ему не предложил. А еще Хаббард увлекся самолетами, настолько, что в саентологических статьях его называют «вдохновителем целого поколения пилотов», которые привели Америку к вершинам мировой авиации. А про самого Хаббарда говорят, что он был одним из лучших летчиков страны и делал фигуры высшего пилотажа. Чуть ли не на всех видах самолетов сразу. Лицензию пилота Хаббард действительно имел, но это была лицензия на управление планерами. Это примерно как получить права на мопед, но делать вид, что водишь атомную подлодку. И еще Хаббард начал встречаться с девушкой из аэроклуба, Полли Граб. Это его будущая первая жена. А его рассказы впервые стали публиковать в более-менее серьезных журналах. Единственное, чего ему катастрофически не хватало, это денег. И вот тут начинается то, что церковь саентологии называют карьерой авантюриста и исследователя. Если по-простому, то Хаббард стал искать возможность хапнуть легких бабок на какой-нибудь мутной схеме, типа арбитража крипты. Но так как в 30-х этого добра не существовало, Хаббард придумал другой эпический проект. Организовать экспедицию по Карибскому морю. Он решил набрать 50 молодых людей с тягой к приключениям. Скинуться, значит, на шхуну и поплыть фотографировать старые испанские крепости. А еще, может, повезет найти какую-нибудь ерунду, которую можно продать в музей. Что могло пойти не так интересно? А не так пошло примерно. Все. В целом Хаббарду удалось набрать несколько десятков человек, желающих отправиться в приключения. Но, думаю, они ожидали совсем другого приключения. Сразу после отплытия, 23 июня 1932 года, корабль попал в шторм и был унесен далеко от маршрута. Поэтому первую незапланированную остановку пришлось совершить на Бермудских островах. К тому моменту 11 приключенцев осознали, что нафиг оно надо, и сошли на берег. И правильно сделали. Потому что когда шхуна Хаббарда с горем пополам снова вышла в море, оказалось, что из трюма вытекла вся пресная вода. Так что к моменту прибытия на остров Мартиника все оставшиеся джентльмены удачи посчитали самым разумным решением свалить и добираться в США как-нибудь самостоятельно. Наемный капитан корабля позже описал эту поездку как худшее путешествие, которое я когда-либо совершал. А Хаббард вместо заветных зеленых бумажек получил лишь долги. Но это не мешает саентологам до сих пор восхвалять своего учителя за это плавание. Потому что сам Хаббард уверял, что все прошло по плану. Они набрали ценных для науки образцов и передали их в Мичиганский университет. А несколько фотографий купила для себя газета New York Times. Биограф Рассел Миллер послал запросы во все организации, которые якобы сотрудничали с Хаббардом в те годы. И выяснил, что там нет никаких сведений об этом человеке. Даже косвенных. Никто не покупал никаких фотографий и образцов для музея. Зато ему удалось найти кое-что другое. Несколько судебных исков к Хаббарду от участников экспедиции. Как разобраться с долгами? Устроиться на работу? Закончить образование? Нет. Нужно придумать еще один офигительный проект. Отправиться искать золото в Пуэрто-Рико. В саентологической литературе есть разные описания этой поездки. Где-то пишут, что Рона на разведку в Пуэрто-Рико отправил отец. Он с друзьями якобы давно мечтал начать получать прибыль от какого-нибудь заводика. И рассчитывал, что сын ему в этом поможет. Вот только чем в поисках золота ему мог помочь инженер-недоучка? А тем, что в той же книге Хаббарда изображают не бедным студентом, а экспертом-минерологом, который только что провел успешную разведку полезных ископаемых в Вест-Индии. А в Пуэрто-Рико он якобы не только искал драгоценный металл, но и изучал культуру местных индейцев. В реальности Хаббард, как обычно, приукрасил свое путешествие. Он действительно был в Пуэрто-Рико. Его отец действительно имеет отношение к этой поездке. Но совсем другое. Он написал письмо военно-морское ведомство, в котором просил принять Рона в качестве волонтера Красного Креста. В то время Пуэрто-Рико восстанавливался после сильного урагана, поэтому помощь им бы действительно не помешала. Вот только неясно, помогал ли Хаббард хоть в чем-то. В лекции 1957 года он утверждал, что был руководителем миссии Американского Красного Креста. Но информации об этом нигде нет. Скорее всего, Хаббард после прибытия на остров сразу же отправился искать золото. Я шел по следам конкистадоров, по охотничьим угодьям пиратов, которые до сих пор пахнут Колумбом. Как это романтично. И я не жалел пота, льющегося с меня в мутные реки. Не жалел кусочков одежды, цвета хаки, которые оставались на колючих кустах. Но через полгода интенсивных поисков, перебрав несколько сотен мешков руды, я вернулся неудачником. Сам я не ношу очки или контактные линзы, чего нельзя сказать о большинстве моих друзей и знакомых. Поэтому я знаю, что прошлой весной продавцы популярных линз сильно задрали цены. И тогда многие перешли на южнокорейские контактные линзы Адрия. Они не пропали из продажи, и цены на них не выросли. Мои друзья говорят, что Адрия даже удобнее, чем их прежние линзы. Ну и было бы странно, если бы корейцы делали плохо. Тем более, что в этих линзах там ходит 7 человек из 10. Адрия изготовлены из силикон-гидрогеля. Это новейшая разработка, которая улучшает кислородную проницаемость линз и увлажнение глаз. Их удобно носить, а самое главное, их удобно надевать и снимать. Самое то для тех, кто только начинает пользоваться линзами. Линзы Адрия имеют асферическую форму, что обеспечивает четкость картинки не только по центру, но и по периферии. Вот как это выглядит на практике. А ночью фонари и фары машин не расплываются в слепящие пятна, что особенно ценно для водителей. За счет двойного увлажнения в линзах Адрия так же комфортно, как и без них. Даже если целый день проводишь за компьютером или смартфоном, под вечер глаза не слезятся и не краснеют. А еще в линзах Адрия есть защита от ультрафиолета. Такая защита, кстати, актуальна не только летом, но и зимой. Начать переход на Адрия можно с тестового набора за 770 рублей. В него входят два разных вида линз на день и на месяц. Можно попробовать оба варианта и выбрать более комфортно. Но можно начать и с линз Адрия на месяц. Они стоят 590 рублей. Приобрести корейские линзы Адрия можно на Озон, Вайлдберрис и на официальном сайте, а также в салонах оптики вашего города. А если закажете линзы по ссылке в описании, то по промокоду ГЕО получите скидку 150 рублей. Короче, и тут не фартануло, а деньги прям нужны были, так как Хаббард решил жениться на той самой поле Граб из аэроклуба. Тогда у него появилась другая амбициозная задача – стать известным писателем. Вообще, как вы могли заметить, Хаббард ничего не делал просто так. Все его проекты были направлены на две задачи – принести легких денег и сделать его знаменитым. Вот только получалось не очень. Хаббард знаменит не только созданием саентологии, но и написанием огромного количества произведений. Если верить книге рекордов Гиннесса, то он опубликовал 1084 полноценных книги. Для сравнения, Стивен Кинг написал 60 романов и 200 рассказов. Вот только Кинг – миллионер. Амакулатуру Хаббарда забывали сразу после прочтения. Не сказать, что он был прям совсем отвратительной бездарностью. Он сочинил истории на уровне наших бесконечных сериалов про попаданцев. Повести Хаббарда знали любители дешевой бульварной фантастики, но не более. Поэтому Хаббард старался брать объемами. Рядовым авторам журнала тогда платили примерно по одному тарифу – цент за слово. В редких случаях – два цента за слово. Соответственно, чем больше ты напишешь, тем больше заработаешь. И там, где обычный писатель приносил один рассказ, Хаббард приносил десять. Обычно он работал в баре, где тусовались известные фантасты той эпохи. Но, к примеру, Айзек Азимов, Роберт Хайнлайн. Они, кстати, были знакомы, и Хаббард даже не раз бывал в гостях у Хайнлайна. И буквально все были впечатлены необычной работоспособностью Хаббарда. Он первым среди всей компании купил себе электрическую пишущую машинку. И заправлял туда не стандартные листы А4, а прям целый рулон, чтобы не отвлекаться от сочинения на такую ерунду, как установка чистой страницы. Несмотря на такую плодовитость, Хаббард продолжал зарабатывать довольно мало. И часто влезал в долги. В 36-м году он вместе с женой переезжает в городок Бремертон. А через год из печати выходит его первый роман – «Бригада из оленей шкуры». За него он получил аж две с половиной тысячи баксов. По тем временам это огромная сумма. Как думаете, что с этими деньгами сделал Хаббард? Раздал долги? Может, оплатил счета? Переехал в квартиру получше? Нет, купил яхту. Они с женой как жили в проголоде, так и продолжали. Зато с яхтой. Вообще, это было как раз в его характере. Он никогда не умел распоряжаться деньгами. Сколько бы он ни зарабатывал, ему всегда не хватало. Так было сейчас, так будет и потом, когда Хаббард реально начнет получать миллионы. Он жил по принципу «лучше один раз пообедать в Мишленовском ресторане, и потом месяц питаться дошираками, чем каждый день ходить в Макдональдс». Короче, что мы узнали о молодости Хаббарда? А то, что он был крайне заурядным человеком, но с очень большим самомнением. Это не тихий сумасшедший, которому однажды кирпич на голову упал. И он решил вот, что общается с Богом. Нерациональный бизнесмен, который всего лишь искал, где и как заработать. Хаббард регулярно пытался найти какие-нибудь обходные пути, устроить круиз на яхте, отправиться добывать золото и все в таком духе. Самое подходящее слово, которым можно описать Хаббарда, это «авантюрист». Тем не менее, саентологи пытаются представить его великим исследователям, путешественникам, физикам, писателям и философам. События его жизни из реальных превращаются в мифологические. Якобы еще в детстве Хаббард понимал, что на него возложена важная миссия. А его туристические поездки по Китаю и Карибским островам описывают словно деяния апостола. Зачем это делается? Очень просто. Как бы намекнуть, что раз Хаббард весь из себя такой великий, а значит и саентология крутая штука. Ведь не могла же личность такого масштаба придумать какую-то ерунду. Согласны? Да? Ну, вот с вас 10 тысяч. И запишитесь на следующий семинар, пожалуйста. Итак, конец 30-х. Писатель Рон Хаббард постепенно набирает популярность. Его покровителем становится известный редактор Джон Кэмпбелл, который публикует практически все. Для американского мира научной фантастики это реально был очень важный человек. Но для нас тут важно то, что Кэмпбелл увлекался всякой мистикой и экстрасенсами. Вероятно, от него этот интерес передался и Хаббарду. Рон продолжал много писать, причем ему было совершенно не важно о чем. Бывали случаи, когда к нему из издательства присылали курьера с картинкой и просили написать что-нибудь подходящее под нее. Хаббард просил курьера подождать и через пару часов отправлял его обратно с готовым рассказом. Вскоре у него родился сын, но жизнь в маленьком городке была Хаббарду не по душе. Он все чаще начал ездить по делам в Нью-Йорк, а жена стала подозревать, что дела эти состояли во встречах с другими женщинами. Вполне вероятно, это было правдой. Кстати, я еще ни разу не говорил о характере Хаббарда. Типа, ну да, любил приврать, любил красиво пожить, не считаясь с деньгами. Хотел стать великим. Окей. Но каким его знали друзья и родственники? Что ж, вот вам яркий пример. Однажды он отправился поплавать на яхте со своим приятелем. Хаббард хотел продемонстрировать какое-то хитрое устройство собственного изобретения, которое упростило бы управление кораблем. Но в самый ответственный момент что-то пошло не так. Хаббард запутался в веревках и упал. Друга эта нелепая ситуация позабавила, но Хаббард пришел в ярость от его смеха. Этот друг потом говорил, что если бы Рон его поймал, то наверняка убил бы. Поэтому он скрывался от него на берегу несколько часов. Но к вечеру Хаббард оттаял и пригласил его к себе на ужин. Короче, чувак был вспыльчивый и нервный. Его дико бесило, когда кто-то даже в шутку ставил под сомнение его величие. Эта черта потом будет неоднократно проявляться. Но что еще важнее, именно в 38 году Хаббард окончательно решил, что он гений. Тогда он написал книгу «Эскалибр». В предисловии там скромно говорилось, что это сенсационная книга, которая объясняет жизнь на основе анализа состояния человечества. Первые шесть человек, прочитавшие рукопись, были настолько ошеломлены, что сошли с ума. Для самого Хаббарда это не был просто маркетинговый ход. «Я никогда не видел Рона таким возбужденным». Он писал «Эскалибр» без сна, еды и отдыха, и буквально он измотал себя до изнеможения. Он сказал мне, что это произведет революцию во всем. В мире, в отношении людей друг к другу. Он думал, что это окажет большее влияние на людей, чем Библия. Рон был так уверен, что открыл истину, что послал телеграммы сразу нескольким издательствам. Он сообщил, что написал важную книгу. Если они хотят ее заполучить, то должны встретиться с ним на Пенсильванском вокзале и сделать хорошее предложение. О чем же говорилось в главной книге всех времен? Коротко ее можно описать так. Однажды царь собрал своих мудрецов и приказал им собрать всю мудрость мира в 500 книг. Когда мудрецы выполнили пожелания, царь приказал сократить мудрость до 100 книг. Так повторялось несколько раз, пока царь не попросил свести мудрость в одно слово. И этим словом было выжить. Гениальная мысль, достойная самых великих философов. Ничего не скажешь. Кстати, ни одно издательство рукопись не приняло. Когда я написал «Экскалибур», то получил образование, которое превосходит чье-либо еще. Здесь требовалась колоссальная работа мозга. Я знаю, что смог бы сформировать, например, политическую платформу, которая смогла бы помочь всем одновременно. И промышленнику, и безработным, и рабочим. У этой платформы была бы восторженная поддержка. Но в ближайшие шесть лет это невозможно. Тем не менее, я возлагаю большие надежды на то, что мое имя врежется в историю с такой силой, что станет легендой, даже если все книги будут уничтожены. Чуть ли не первый раз в жизни у Хаббарда так сильно разошлись параметры ожидания реальность. До этого он писал средненькие рассказы и их хорошо принимали. А когда он написал действительно гениальную вещь, от нее все отказались. Как же так? Он жаловался жене, что устал сочинять чепуху, которая отнимает столько времени и плохо влияет на репутацию. И если бы необходимость в деньгах, он давно бы бросил бы это дело. И что он надеется, что Эскалибур рано или поздно будет опубликован, спасет человечество и принесет хорошие деньги. Спасение не работает без денег. В каком-то смысле так и произошло. Хаббард опубликовал Эскалибур во время первой волны популярности Дионетики. Книги продавались в золотом переплете и стоили по полторы тысячи долларов за штуку. На наши деньги это что-то около 17 тысяч долларов за одну книгу. И ведь кто-то же покупал. Перед самой войной Хаббард решил совершить еще одно морское путешествие на Аляску. Он договорился с американским клубом исследователей, чтобы это плавание было зафиксировано официально. Не как туристическое, а как научное. Всего в эту научную экспедицию Хаббарда входило два человека. Он сам и его жена. Но из этого снова ничего не вышло. У лодки сломался двигатель, и пара на несколько месяцев застряла у маленького городка в Южной Аляске. Так что все это время Хаббард писал рассказы, а гонорары тратил на ремонт. Обратно они вернулись 27 декабря 1940 года. А в Европе в это время уже вовсю разгоралась Вторая мировая война. 19 июля 1941 года Элрон Хаббард был зачислен в морской резерв в звании лейтенанта. В армии он пробудет целых 9 лет, пока не уйдет в отставку. Хотя реальной службой он перестанет заниматься сразу после окончания войны. И тут мы опять сталкиваемся с легендой. Сам Хаббард обожал рассказывать о своих военных подвигах. Это стало основой его публичного образа. Капитана корабля. Герой, сражавшийся на всех пяти театрах военных действий. Он был единственным выжившим на своем корабле во время нападения на Пёрл-Харбор. Он управлял эскадрой корветов в боях против японцев и получил за службу 21-ю медаль. А после ранения попал в госпиталь, где впервые начал применять на практике свои идеи по оздоровлению организма. И оказалось, они так хорошо работают, что от ран не осталось и следа. Я ничего не видел из-за повреждения зрительных нервов и хромал из-за травм бедра и спины. Тем не менее, я восстановил физическую форму менее чем за два года, используя только то, что я знал о человеке и его отношениях со Вселенной. Даже сегодня в отчетах саентологов утверждается, что раненый Хаббард был доставлен в Америку на частном самолете министра военно-морского флота. И что он был первым раненым, вернувшимся домой с Дальнего Востока. Но, к несчастью для Хаббарда, этот его период жизни задокументирован лучше всего. Тут практически нет белых пятен, где можно было бы незаметно приписать себе десяток другой подвигов. И если разобраться, мы в очередной раз увидим довольно посредственного офицера, который не запомнился ничем, кроме нелепых ошибок и нытья. Во-первых, Хаббард действительно служил, но не боевым офицером, а гражданским. В том смысле, что он в основном находился на суше и выполнял административные или учебные задачи. В море он выходил всего дважды, и не во время грозной эскадры корветов, а в качестве командира небольшого патрульного корабля, предназначенного для борьбы с подводными лодками. Во втором таком плавании Хаббард якобы заметил японцев и приказал сбрасывать на них глубинные бомбы. Но после возвращения в порт комиссия пришла к увыду, что лейтенант Хаббард ошибся. Никаких подводных лодок не было, и он потратил целый боекомплект на убийство рыб. Тогда его окончательно списали на берег и официально признали непригодным для выполнения обязанностей командира по причине отсутствия у него основных качеств анализа — лидерства и сотрудничества. Проще говоря, Хаббарда оценили как бездарность. Приписывать себе лишние награды тоже было глупостью. Списки награжденных легкодоступны, и проверить их может чуть ли не любой желающий. По ним получается, что у Хаббарда было всего четыре медали. И не за подвиги, а просто за то, что он был в армии во время войны. Например, у него есть медаль обороны. Ее выдавали вообще всем, кто состоял на службе во время Перл-Харбора. Или медаль за победу во Второй мировой. Ее тоже давали всем, кто был в армии в день окончания войны. Этот скромный послужной список говорит о том, что Хаббард никак не мог лечить в госпитале свои боевые раны. У него их не было просто-напросто. Я так уверенно об этом говорю, потому что в Америке есть специальная награда за ранение в бою — пурпурное сердце. Как вы могли догадаться, Хаббарда в списке награжденных нет. Но вот в госпитале он действительно лежал. Более того, он провел там целых семь месяцев. Ну не из-за слепоты или травм, а из-за язвы. Тоже мне герой. Откуда же взялись байки про слепоту и хромоту? А сам же Хаббард их и придумал. Уже после войны и выписки из госпиталя он регулярно писал письма в департамент по делам ветеранов, где жаловался на бесконечное количество болезней. Бурсит, артрит, инфекцию суставов, конъюнктивит, суицидальные наклонности и так далее. Делал он это не просто так, а с просьбой увеличить ему ветеранскую пенсию. Надо сказать, не безуспешно. До конца жизни он получал от государства по 160 долларов в месяц. Про это особенно смешно слушать, зная дальнейшую историю дианетики. Ведь во многом она хайпанула как раз на байках Хаббарда о чудесном излечении всех болезней в госпитале. Но оказывается, этот чудо-доктор до начала 50-х регулярно жаловался на те болезни, от которых ему якобы помогла избавиться дианетика. Что на эту откровенно выдуманную версию отвечают саентологи? Начинают выдумывать теорию заговора. Типа на самом деле Хаббард говорил правду, но военно-морской флот США тщательно все скрывает. То ли для того, чтобы опорочить великого мастера, то ли для того, чтобы наружу не всплыла реальная героическая биография Хаббарда. Он типа действительно был героем, но секретным. Это ведь еще круче. Разоблачение армейской службы Хаббарда очень важно. Это не просто забавная выдумка ради лулзов. Ведь если Хаббард врал, что с помощью дианетики избавился от своих проблем со здоровьем, значит и вся дианетика – вранье. Следовательно, саентология основана на лжи. Именно поэтому саентологи так упорно пытаются доказать, что Хаббард ничего не выдумал. А после войны началось самое настоящее веселье. Хаббард не хотел возвращаться к тихой жизни в маленьком городке и решил отправиться в Калифорнию. Голливуд, фабрика грез и знаменитости. Сам Хаббард рассказал о своем переезде в трагическом ключе. Меня бросили друзья и семья как безнадежного коллегу. Они считали, что я стану для них обузой до конца жизни. Впрочем, его дочь представила несколько иную версию. Хаббард предлагал своей жене оставить детей и переехать к нему, жить и веселиться. Но та почему-то отказалась. Их брак и без того трещал по швам. А после этого события они почти никогда не виделись. И я больше склонен верить словам дочери, потому что нельзя забывать, что Хаббард никогда не был калекой. Но Калифорния – это дорогое место. Откуда у бедного ветерана-писателя деньги? А особенно ниоткуда. Он продолжал писать рассказы и поселился в особняке Джона Парсона. Это был довольно богатый ученый, преподаватель Калифорнийского технологического института и специалист по ракетным двигателям. А еще он был заядлым тусовщиком и оккультистом. Помните, у меня как-то был ролик про великого волшебника Алистера Кроули? Это тот, который всю свою карьеру построил на сексе и сочинении книжек по черной магии. Так вот, Парсон был его большим поклонником и даже входил в его магический орден. Хаббард к нему попал по объявлению об аренде жилья. В объявлении Парсон списал, что сдает комнаты только, цитата, атеистам и людям богемного нрава. Хаббард решил, что это как раз про него и вскоре стоял на пороге особняка. В доме Парсонса царила свободная любовь. И это еще за 15 лет до хиппи. Все в лучших традициях Кроули. Парсонс жил с девушкой по имени Бетти Нортроп. Но никому из них не запрещалось иметь любовников. Хаббарду такой подход очень понравился, и вскоре он закрутил роман с Бетти. Он был яркой фигурой. Носил темные очки и трость с серебряной ручкой. Он был не только писателем, но и капитаном корабля, потерпевшим крушение в Тихом океане. Несколько недель он провел на плоту. Его глаза ослепли от солнца. Его спина была сломана. С этого момента Хаббард сделал ложь и манипуляцию своей основной профессии. Думаю, ему просто понравилось, насколько восхищенные взгляды вызывают у людей вранье. Поэтому не видел причины останавливаться. Хаббард – джентльмен. У него рыжие волосы, зеленые глаза. Он честен и умен. И мы стали большими друзьями. Он переехал ко мне около двух месяцев назад. И хотя мы с Бэйти до сих пор дружим, она передала свою сексуальную привязанность Рону. Хотя у него нет формального образования в области магии, он обладает огромным опытом и пониманием в этой области. Из некоторых его переживаний я сделал вывод, что он находится в прямом контакте с неким высшим разумом. Возможно, со своим ангелом-хранителем. Он описывает своего ангела как красивую крылатую женщину с рыжими волосами, которую он называет императрицей. Которая вела его по жизни и много раз спасала. Он самый телемистский человек, которого я когда-либо встречал. И полностью соответствует нашим собственным принципам. Хаббард стал магическим партнером Парсенса в ритуале сексуальной магии. Втроем с Бетти они пытались вызывать воплощение сатанинской богини. И казалось, весело проводить время. Но легкость в общении между мужчинами была показной. Для других жильцов напряжение между ними было очевидным. Хаббард и Бетти не скрывали своих отношений. Рон фактически жил за счет Парсена и целовался с Бетти прямо у него на глазах. Когда они вдвоем сидели за столом, враждебность была практически материальной. Несмотря на напряженные отношения, Хаббард, Парсенс и Бетти в начале 46-го года договорились начать совместный бизнес. Это была очередная офигительная схема от Хаббарда. Задешево покупать яхты на восточном побережье и перегонять их в Калифорнию, чтобы продать дороже. Они создали деловое партнерство, куда Хаббард внес 1200 долларов. Парсенс – 20000, а Бетти – 0. Получив деньги, Рон с девушкой уехали во Флориду, чтобы купить первую яхту. Прошли недели, но от них не было никаких вестей. Вскоре Парсенс выяснил, что эти двое действительно купили яхту в Майами, но как-то не торопятся возвращаться, а живут и плавают в свое удовольствие. И все это фактически за его счет. Тогда Парсенс впервые по-настоящему разозлился, собрал чемодан и отправился следом. В Майами он долго не мог найти своих так называемых деловых партнеров. А когда нашел, оказалось, что они ушли в море. Тогда Парсенс вспомнил, что он вообще-то великий маг. Хаббард попытался сбежать от меня, но я выполнил ритуал – обращение к Барцибелю. Духу Марса и войны. Внутри круга в восемь часов вечера. В то же время, насколько могу судить, его корабль был повержен внезапным ветром побережья. Сорвал паруса и заставил вернуться в порт, где я взял лодку под стражу. Теперь они не смогут уехать, не попав в тюрьму. Однако, боюсь, что большая часть денег уже растрачена. После того, как его страшное колдунство по счастливой случайности типа сработало, Парсенс захотел решить конфликт более традиционным способом и подал на пару в суд. Хаббард и Холлистер обвинились в нарушении условий партнерства, растрате денег и попытке уйти от правосудия. Через 11 дней они согласились уладить дело во внесудебном порядке. Хаббард возвращает оставшиеся деньги Парсенсу, а взамен оставляет яхту себе. Согласитесь, звучит как-то не очень честно. И это действительно так. Хаббард выбил себе такие шоколадные условия одним простым способом. Он пригрозил Парсенсу раскрыть суду и прессе, что его отношения с Бетти начались еще до того, как она достигла совершеннолетия. Парсенс вместо своих 20 тысяч получил жалкие три и угрюмо уехал домой. Бабло побеждает магию. Проверено. Ауф. Отношения Хаббарда и Бетти продолжали развиваться. И не сказать, что все его знакомые были в восторге, особенно старые друзья по писательской тусовке. Про Хаббарда начали говорить, что он морально разложился из-за войны. Что он на самом деле всегда был таким, но умел держать себя в руке. Однако сейчас вообще перестал заботиться о своей репутации. Кстати, финансовые проблемы тоже никуда не делись. Купленную на деньги Парсенса яхту пришлось продать. И все, что ему осталось, это писать в ветеранскую организацию жалобные письма с просьбой увеличить пособие. В то же время Хаббард пишет документ, который потом назовут аффирмацией. Это было что-то вроде письма самому себе, где Хаббард описывал все проблемы, с которыми когда-либо сталкивался в жизни. От психологических до сексуальных. Например, что он принимал добавки для поднятия уровня тестостерона. Сара моя возлюбленная, молода, красива, желанна, очень веселые друзья. Она плачет от любой разлуки. Я облажаю ее физически, но я старше ее на 13 лет. Она очень сексуальна. Моя либидо настолько низкая, что я с трудом любуюсь ею обнаженной. Зачем Хаббард написал это? По самой популярной версии, это была своеобразная форма самогипноза. С помощью называния проблем он пытался избавиться от них. До сих пор аффирмации считаются самой честной самооценкой, которую Хаббард когда-либо делал. Твои глаза постепенно улучшаются. Они стали плохими, когда ты использовал их как предлог для побега из военно-морской академии. У тебя нет причин оставлять их плохими. Твои проблемы с желудком вы использовали как предлог, чтобы избежать наказания в армии. Ты свободен от армии. Ты можешь рассказывать любые романтические сказки, какие пожелаешь. Но ты знаешь, какие из них были ложью. У тебя достаточно реального опыта, чтобы вечно рассказывать байки о себе. Лучше продолжай свои настоящие приключения. Мастурбация не вредит и не сводит с ума. Твои родители ошибались. Все мастурбируют. Примерно в то же время Хаббард сделал Бетте предложение руки и сердца. Девушка ему неоднократно отказывала и согласилась только тогда, когда он пригрозил покончить с собой. Кстати, угроза самоубийством – типичное поведение абьюзера. И Хаббард таки действительно был классическим абьюзером. Как по учебнику. В итоге Бетте согласилась со словами «Хорошо, я выйду за тебя замуж, если это тебя спасет». Они поженились посреди ночи 10 августа 1946 года. После того, как разбудили священника и привлекли его жену и экономку в качестве свидетелей. По иронии судьбы, свадьба состоялась всего в 30 милях от города, где 13 лет назад Хаббард женился на своей первой жене. Что еще ироничнее, так это то, что Хаббард все еще не был разведен. В течение следующего года пара неоднократно переезжала, пока наконец не оказалась в доме первой жены Хаббарда. К этому моменту она подала на развод на основании того, что муж не появляется дома и никак не помогает семье. Но она даже представить не могла, что Хаббард успел снова жениться. Его приезд в компании молодой девушки шокировал родственников. А сама Бетти долго не могла понять, почему они так странно к ней относятся. Пока сын Рона не рассказал, что его родители вообще-то все еще женаты. У Бетти случилась истерика, после чего она попыталась сбежать. Но Хаббард ее догнал и убедил остаться. Якобы он уже вот-вот должен развестись, и адвокат его уверил, что брак с Бетти полностью закончен. После очередного переезда пара оказалась в Калифорнии. Хаббард пытался продолжать карьеру писателя, но часто впадал в ступор и просил жену подсказать идеи для сюжета. Я часто развлекала его рассказами, чтобы он мог писать. Однажды ночью, когда мы жили в Страутсбурге у замерзшего озера, Рон ударил меня по лицу своим пистолетом. Я встала, вышла из дома ночью и пошла по замерзшему озеру, потому что была в ужасе. Но несмотря на потрясение и унижение, я чувствовала, что должна вернуться. Рон был в тяжелой депрессии и неоднократно угрожал самоубийствами. Я думала, что он, должно быть, очень страдает. Иначе бы он так не поступил. Помните, что он говорил про абьюзера? Вот теперь к этому добавилось и домашнее насилие. Но что будет дальше, вы даже не можете себе представить. В октябре 47-го года он написал письмо с просьбой о психиатрическом лечении. После двух лет безуспешных попыток восстановить равновесие в гражданской жизни, я оказался совершенно не в состоянии приблизиться к чему-либо. Мой последний врач сообщил мне, что было бы очень полезно пройти обследование и, возможно, лечение у психиатра или даже у психоаналитика. Ближе к концу службы есть гордость и избегал любых умственных обследований. Надеюсь, что время уравновесит ум, который, как я имел все основания предполагать, серьезно пострадал. Я не могу ни объяснить, ни подняться над длительными периодами угрюмости и суицидальных наклонностей. И недавно пришел к пониманию того, что я должен сначала победить это, прежде чем я смогу вообще надеяться на реабилитацию. Если что, это было очередное обращение Хаббарда в департамент по делам ветеранов с просьбой денег. Денег там ему действительно дали, но вот к врачу он, судя по всему, не пошел. Вместо этого в августе 48-го года Хаббард купил диктофон и начал надиктовывать книгу, которую он назвал «О причинах и лечениях нервного напряжения». Это был первый черновик дианетики, которая через несколько лет приведет его к известности. В этот момент Хаббард и Бетти снова жили в Калифорнии. Хаббард подрабатывал сторожем, приглядывая за яхтой друга. А его домом был трейлер в захудалом районе северного Голливуда. Его рассказы и романы продолжали публиковать, но гонорары все так же были далеки от заоблачных. Даже в самое лучшее время он не получал больше 10 тысяч долларов в год до выхода дианетики. Это было не прям, чтобы уж очень мало, но с привычкой Хаббарда просаживать деньги на всякую фигню их постоянно не хватало. Начиная с 48-го года он все чаще начинает говорить о своих идеях в области психологии. Они с Бетти опять переезжают, на этот раз в Джорджию. И Хаббард начинает рассказывать знакомым, что работает там врачом-добровольцем в психиатрической клинике. А в 49-м он пишет письмо Хайнлайну с коротким отзывом на его рассказ. Типа, у вас там правительство придумало психологический способ, что лечит преступников от склонности к насилию. Но вы не указали, какие именно преобразования произошли в обществе, чтобы это стало возможным. А вот моя система Эскалибур это может объяснить. Короче, Хаббард снова загорелся, как и несколько лет назад, когда придумал никому не нужную графомань. Что задача всех людей это выживание. Но теперь он был полон решимости довести дело до конца. Хаббард написал нескольким профессиональным организациям психологов, чтобы предложить свои услуги. Но там его даже слушать не стали. Тогда он обратился к своему редактору Джону Кэмпбеллу. Я уже говорил, что этот мужик хоть и был важнейшей фигурой в американской фантастике, но все портило его фанатичное увлечение всякими паранормальными способностями. Молодым авторам даже советовали включать в свои рассказы что-нибудь такое про экстрасенсов и телепатию, чтобы увеличить свои шансы на публикацию в журнале Кэмпбелла. Естественно, что такой человек с радостью воспринял сообщение, что один из его старых коллег работает над новой наукой о мышлении. Он предложил ему поселиться недалеко от своего дома. И нанял доктора Джозефа Винтера для помощи в разработке прорыва в деле лечения психических проблем. Кэмпбелл считал, что эта дианетика сделает революцию в науке. Он восторженно говорил, что Хаббард работал с шизофренией, апатией, маниями, депрессией, заиканиями, неврозами, извращениями, язвой, артритами и астмой. У него было около тысячи пациентов. И пусть у него нет достаточной статистики по каждому заболеванию, у него есть другая статистика. Он вылечил каждого человека, с которым работал. В чем был основной принцип дианетики? Хаббард решил, что мозг записывает каждое событие в жизни человека, даже когда он спит. Любой травмирующий опыт Хаббард назвал инграмами, которые сохраняются в некий реактивный ум. Это еще один придуманный термин. Инграмы проявляются в нашей обычной жизни и становятся причиной эмоциональных и физических проблем. Чтобы избавиться от проблем, нужно очистить инграмы. Сделать это можно во время специальной процедуры – одитинга. Если все пройдет хорошо, то человек станет клиром, с повышенным IQ и фотографической памятью. Он избавится от всех болезней, включая плохое зрение и простуду. Просто потому, что Хаббард все болезни считал психосоматическими. Закончив писать статью, Хаббард с приятелем решили объявить о своем открытии в профессиональных журналах. Они отправили текст в журнал Американской медицинской ассоциации и в журнал «Психиатрии». Как нетрудно догадаться, там такую чушь публиковать не стали. Уважаемый мистер Хаббард, до свидания. И это все? Но большой проблемой это не стало. Я же говорил, что у Кэмпбелла был свой журнал. И пофиг, что он был посвящен не медицине, а научной фантастике. Зато читателей у него было больше. Вот так в начале 50-го года впервые широкой публике была представлена Дионетика. В предисловии Кэмпбелл заявлял, что ее сила просто невероятная. И Хаббард сумел доказать, что разум полностью контролировал тело. После публикации они быстренько организовали фонд дианетических исследований, где все вместе вошли в совет директоров. А в марте у Хаббарда родился еще один ребенок, дочь Алексис. Коммерческий успех дианетики называли общенациональным культом невероятных масштабов. Только за первое лето было продано 55 тысяч экземпляров. Ее быстро переводили на французский, немецкий и японский языки. А в Штатах спонтанно появилось более 500 дианетических групп, которые пытались проводить одитинг по методу Хаббарда. Фонд дианетики зарабатывал не только продажей книг, но и пожертвований. Впервые у Хаббарда оказалось столько денег, но оказалось, что он к ним не готов. Деньги утекали так же быстро, как и приходили. Хаббард не вел никакого учета собственным тратам. Бетти вспоминала, что Рон носил огромные суммы наличных в кармане, которые просто брал из кассы фонда. Популярность дианетики тут же приковала к себе внимание и научного сообщества. Американская психологическая ассоциация выступила с резкой критикой, назвав теорию Хаббарда неподкрепленной научными данными. А журнал Scientific American заявил, что дианетика содержит больше обещаний и меньше фактов на страницу текста, чем любая другая книга, вышедшая с момента изобретения книгопечатания. Были и другие отзывы, типа «Это смелая и нескромная смесь полной чепухи и разумной банальности». Основа взята из давно признанных открытий и искажена бредовой терминологией. Не остались в стороне и коллеги-фантасты. Айзек Азимов охарактеризовал работу Хаббарда одним словом – «тарабарщина». А Джек Уильямсон сказал, что это сумасшедшая ревизия фрейдистской психологии. Но не все были так категоричны. Например, сеанс одитинга у Хаббарда прошел сам Олдос Хаксли. Это тот, который написал «О дивный новый мир», вторую по популярности антиутопию в мире. А известный фантаст Альфред Ван Фок вообще на какое-то время приостановил карьеру и стал главой отделения Дианетического фонда в Лос-Анджелесе. Потом он вспомнил, что вся его работа заключалась в том, чтобы рвать конверты и доставать оттуда чеки на 500 долларов от людей, которые хотели пройти курс «Одитора». Хаббард в этом процессе играл самую активную роль. В конце концов, люди видели в нем того, кто сам успешно вылечился благодаря Дианетике. Хаббард писал статьи, читал лекции, обучал новых «Одиторов». Многие были впечатлены его личной харизмой. Хаббард, безусловно, обладал каким-то магнетизмом, который делал его центром в любой компании. Он был чем-то средним между проповедником и навязчивым болтуном. Но нам не стоит забывать, что за красивым фасадом скрывался всего лишь фантаст средней руки с не самым хорошим образованием и раздутым самомнением. Хаббард вел бизнес так, будто это не бизнес, а его личный кошелек. Он мог прийти в офис и взять из сейфа 50 тысяч долларов. Ему и в голову не приходило, что это нужно где-то учесть, чтобы свести баланс. Бухгалтерские книги велись кое-как. Учитывалась, дай бог, только пятая часть всех доходов. Популярность прошла так же быстро, как и пришла. И точкой отсчета стал даже не финансовый бардак, а огромной презентацией на 6 тысяч человек. Там Хаббард представил женщину по имени Соня Бьянко и объявил, что она прошла полный курс аудитинга и теперь обладает совершенной памятью. Однако во время демонстрации ее сверхспособностей что-то пошло не так. Бьянко не смогла вспомнить даже цвет галстука Хаббарда, когда тот отвернулся. Разочарованные зрители просто встали и ушли. Затем стали уходить и те, кто сначала горячо принял дианетику. Например, доктор Винтер, который с самого начала помогал Хаббарду в работе. Через год после выхода книги он заявил, что так и не увидел ни одного убедительного клира. Он видел людей, которые считали себя клирами, но их поведение не соответствовало поведению психически здорового человека. Более того, у одного такого клиента, которого якобы вылечил Хаббард, вскоре случился рецидив психоза. Хаббард замечал, что все рушится буквально на глазах. Но не понимал почему. Он, как и любой самовлюбленный человек, видел проблему в ком угодно, но только не в себе. Например, он решил, что проблема в том, что руководящие должности в дианетическом сообществе занимают люди, которых он не может контролировать. Одитинг не был запатентован практикой, поэтому кто угодно мог проводить свои собственные исследования и говорить, что его методы работают лучше, чем у Хаббарда. Тот злился, ругался, но вместо порядка это приводило к тому, что все больше людей покидало его общество. К концу 50-го года фонд дианетики пережил финансовый кризис. Долг офиса в Лос-Анджелесе перевалил за 200 тысяч долларов. На наши деньги это почти 2 миллиона баксов. Вот вы себе только представьте, это ж насколько нужно не уметь владеть деньгами, чтобы, несмотря на гигантские доходы, к концу года оказаться по уши в долгах. Как это, блин, вообще работает? Хаббард кидался на окружающих с обвинениями и терял друзей. От него ушел издатель дианетики, сославшись на невыносимые условия. Ушел даже Кэмпбелл. На прощание он заявил, что с Хаббардом невозможно работать и что только он виноват в финансовом крахе. К лету 51-го года все дианетические фонды были закрыты. С момента публикации книги прошло всего 11 месяцев. А что еще было ожидать от этого бизнес-гения? Ну, может, Хаббард был не самым умным человеком на Земле, а зато очень энергичным. Так что вскоре он найдет способ, как вернуть себе заработок. Но пока он только буянил и паранойл. И завел очередной роман с молоденькой помощницей Барбарой Клоуден. Бетти знала об этой связи и была явно недовольна. Чтобы сгладить ситуацию, Хаббард устроил двойное свидание, куда пригласил и жену, и любовницу, и Майлза Холлистера, одного из поклонников дианетики. Вечер имел неприятные последствия. Бетти на злом лужу закрутила роман с Холлистером, красивым 22-летним спортсменом с высшим образованием. Это стало началом громкого и скандального развода. Хаббард и Бетти постоянно ссорились. Однажды, когда Бетти была беременна, Хаббард несколько раз ударил ее ногой в живот. Это он так пытался вызвать выкидыш. Вены на его лбу набухают, и он бьет меня на ровном месте, повреждая барабанную перепонку. Но я все равно чувствую себя такой виноватой. Он был так психологически травмирован. Человек, принесший свое благополучие в жертву стране. Во время одного из таких скандалов Хаббард превзошел самого себя в мерзотности. Он заявил, что хочет развестись, но не может. Ведь развод – это черное пятно на его репутации. Поэтому, если Бетти действительно любит его, то она должна совершить самоубийство. В ноябре 50-го года Бетти действительно попыталась покончить с собой, приняв большую дозу снотворного. Хаббард тогда испугался и решил порвать с любовницей. Он сказал Барбаре, чтобы она навсегда забыла его и дорогу в его дом. Но спустя месяц их роман возобновился. И будто бы этого ему было мало. Кажется, Хаббард одновременно тяготился отношениями с Бетти и бесился, что та проводит время в компании молодого Холлистера. Он будто сам не понимал, хочет он ее бросить или может вернуть. Пиком его маразма стало похищение Бетти и годовалой дочери Алексис. Похищение не в смысле какими-то бандитами, а он сам же его и организовал. Бетти насильно увезли в Калифорнию, где Хаббард безуспешно пытался найти психиатра, который бы согласился признать его жену невменяемой. Все это время Бетти не знала, где находится ее дочь. Более того, Хаббард сообщил ей, что разрезал Алексис на маленькие кусочки и бросил в реку. И чтоб, когда Бетти увидела плавающие маленькие ручки и ножки, поняла, что это была ее вина. Ведь Хаббард это сделал исключительно потому, что Бетти решила его бросить. До убийства на самом деле не дошло. Хаббард просто приказал увезти Алексис на Кубу. Но вел он себя все равно как последний ублюдок. Когда он понял, что психиатры почему-то помогать ему не хотят, он начал строить доносы ФБР. Сара Нортруп Хаббард ранее жила по адресу Orange Grove Avenue, Посадена, Калифорния. 25 лет, рост 5 футов, 10 дюймов, вес 140 фунтов. В настоящее время пропала без вести. Дружит со многими коммунистами, вероятно, под принуждением. Принимает наркотики, но и поданы документы о раздельном проживании и заявление на развод. Майлз Холлистер. Возраст около 22 лет, 6 футов, 180 фунтов. Черные волосы, широкий лоб. Очевидно, славянский. Открытый член комсомола. Уволен из нашей организации, когда и обнаружил эту связь. Активный и опасный. Вооружен. Откровенно плохо относится к Соединенным Штатам. Если что, то это было неправдой. Единственное, чего сумел добиться Хаббард, это встреча с агентом ФБР в Гаване. После разговора агент сказал начальству, что этот парень психически больной. Вероятно, что-то в этом было, так как любовница Хаббарда записала в дневнике, что где-то в то же время Рон позвонил ей и заявил, что Бетти не была его женой. Это вообще какая-то ненормальная наркоманка, отсидевшая в женской тюрьме, которую он просто пожалел и позволил с собой жить. Вскоре он все-таки отпустил Бетти, но категорически отказывался говорить, куда спрятал дочь. Бетти подала на развод 23 апреля 51 года, где обвинила Хаббарда в двоеженстве, побоях, похищении и принуждении к самоубийству. А так как хайп вокруг дианетики еще держался, то новости об этом вышли во всех крупных изданиях. И заголовки там были не самыми приятными для создателя методики лечения психических заболеваний. Например, такой. «Рон Хаббард безумен», — говорит его жена. Понятно, что Хаббард от такого был в бешенстве. Как это кто-то может обвинять его в безумии, когда он самый здоровый человек на планете? Это не я болен, а Бетти — наркоманка, коммунистка, нацистка, шпионка, почему-то называющий себя женой моей. Ага, это не я сейчас придумал. Хаббард действительно начал говорить, что во время войны Бетти работала на нацистов. Это значит, когда ей было лет 14-16. Зато ее неожиданно поддержала первая жена Рона. Она написала, что Бетти обязана взять Алексис под свою опеку. «Рон ненормальный. Я надеялась, что вы сможете его исправить. Ваши обвинения звучат фантастически для обычного человека, но я прошла через это. Побои, угрозы моей жизни, все садистские черты, которые вы описываете. Я терпела это 12 лет». В ответ на поток хейта, который лился на Хаббарда со всех сторон, он стал, наоборот, изображать из себя примерного мужа и отца. Ну, чтобы самому встать на место жертвы. Вот какое письмо он написал. «Дорогая Сара, я был в Кубинском военном госпитале, и на следующей неделе меня переводят в Соединенные Штаты как секретного ученого, невосприимчивого к любому вмешательству. Меня, вероятно, долго не будет, но Алексис получает отличный вход. Я вижу ее каждый день, и она все, ради чего мне нужно жить. Мой разум никогда не поддавался всему, что вы делали, но мое тело не выдерживало. Моя правая сторона парализованной становится все более парализованной. Я надеюсь, что выдержит хотя бы сердце. Я могу прожить еще долго, а может и нет. Но дианетика продлится 10 тысяч лет, потому что сейчас она и есть у армии и флота. Моя воля полностью изменилась. Алексис получит состояние, если останется у меня. В противном случае она не получит ничего. Надеюсь увидеть тебя снова. До свидания, я люблю тебя, Рон. Вы только посмотрите, какой благородный рыцарь несправедливо страдает от нападок жены, сильно болеет и все равно продолжает служить Родине. Ну, просто святой человек. Но даже в этом, казалось бы, невинном тексте проскакивают угрозы. Например, лишить дочь наследства. Если Бетти получит над ней опеку. Кстати, так и произойдет. Хаббард мало того, что не оставит Алексис ни цента, но даже перестанет считать ее своей дочерью. Не метафорически, а буквально. Типа, это Бетти от кого-то нагуляла. А он тут как бы вообще ни при чем. Развод закончился мировым соглашением. Хаббард передает Бетти дочь, а та в ответ дает прессе опровержение своим словам. На том и порешили. А в газете появился короткий текст от лица Бетти. Все, что я говорила про Рона Хаббарда в суде или в печати, сильно преувеличенным или полностью ложным. Я никогда не считала Элрона Хаббарда кем-то иным, кроме как великолепным, блестящим человеком. В тот же день, когда Бетти получила обратно свою дочь, она улетела из страны. Позже она говорила, что это был самый счастливый день в ее жизни. Зато Хаббарда теперь больше ничего не сдерживала. И он продолжал оскорблять Бетти еще много лет. Деньги и слава, присущие дианетике, были совершенно непосильны для тех, с кем я имел несчастье общаться. Включая женщину, которая выдавала себя за мою жену и излечилась от тяжелого психоза с помощью дианетики, но которая из-за структурного повреждения мозга, очевидно, никогда не будет полностью меняема. Тут как бы наглядно видно, кому на самом деле нужен доктор. Хаббард всерьез стал пытаться убедить всех, что Бетти – это какая-то невменяемая, и что они никогда не были женаты. Это все фантазии больной несчастной девушки. Изменилась даже история их знакомства. Якобы Хаббард узнал, что в Лос-Анджелесе есть общество черной магии. Возмутился, значит, и решил разрушить его с помощью своих сверхспособностей. Он спас несчастную девушку из лап сумасшедших извращенцев и разрушил обитель зла. А? Как вам? Эта история настолько больно бьет по образу Хаббарда, что саентологи и по сей день отказываются считать Бетти официальной женой их учителя. Хаббард никогда не был женат на Саре Нортроп. Она была частью группы Джека Парсонса, потому что ее туда послали русские. Я не могу выговорить ее имя. В смысле, ее настоящее имя, оно какое-то русское. У нее никогда не было ребенка от Хаббарда, но он спас ей жизнь и вытащил ее из всего этого кольца черной магии. Под спасением он, видимо, понимал, что сам стал спать с Бетти вместо ее бойфренда, а под разрушением, что он кинул наивного колдуна на 17 тысяч долларов. В наиболее бредовой форме он повторил это в интервью 68-го года. Сколько раз вы были женаты? Я был женат дважды, и сейчас я очень счастлив в браке. У меня прекрасная жена, четверо детей, ну а первая жена умерла. А что случилось с вашей второй женой? У меня никогда не было второй жены. Звучит логично. Я был женат дважды, но у меня никогда не было второй жены. Ну а что там было дальше с Дионетикой? Почему мы до сих пор говорим о Хаббарде, и почему он не остался малоизвестным сумасшедшим сектантом середины 20-го века? Причин несколько. Во-первых, от полного финансового краха Дионетику спас некто Дон Перселл, миллионер, который был большим почитателем Хаббарда и согласился дать денег на новый фонд в Канзасе. Долго такое сотрудничество продолжаться не могло. Хаббард попросту не умел работать с людьми, у которых было свое мнение. Так что меньше чем через год они поссорились и разошлись. Но Дионетика была спасена. Вскоре Хаббард женился на 18-летней сотруднице Мэри Сью и переехал в Аризону, где основал Международную ассоциацию саентологов, чтобы продвигать новую достоверную науку – саентологию. Это было чем-то новеньким. Сам Хаббард разницу объяснил как-то так. Дионетика – это освобождение разума от влияния инграммов, а саентология – это изучение и обращение с духом по отношению к самому себе, вселенным и другой жизни. Ничего не понял, но очень интересно. Так что это такое, если простыми словами? Коротко, саентология – это религия. Историю ее появления рассказал писатель-фантаст Харлан Эллисон. Где-то между 54-м и 55-ми годами он был начинающим автором, который регулярно тусил в Нью-Йоркском клубе для писателей. Хаббард тоже был там постоянным посетителем. Он по-прежнему много работал запечатающей машинкой, но регулярно жаловался, что не может заработать на жизнь гонорарами. Я бы тут опять сказал, что учитывая его отношение к деньгам, это и не удивительно. Но в какой-то из таких дней на очередное нытье Хаббарда ответил другой писатель – Лестер Дель Рей. Он в шутку сказал, что для того, чтобы разбогатеть, нужно основать религию. Сегодня этот эпизод вспоминают все, кто рассуждают о саентологии. И обычно стараются представить дело так, будто это изначально была шутка или мошенническая схема от фантаста-неудачника. Но из моего рассказа, думаю, понятно, что это было далеко не первое звено, которое привело к созданию саентологии. К этому моменту Хаббард уже успел почувствовать вкус денег и популярности с дианетикой, успел поучаствовать в скандале на всю страну и обзавестись не самой чистой репутацией. А саентология стала его попыткой убить сразу двух зайцев. Во-первых, вернуть себе контроль над дианетикой. Во-вторых, управлять организацией, свободной от налогов. Можно не забивать себе голову бухгалтерскими отчетами и не отдавать деньги государству. Куда ни посмотри – одни плюсы. Но для этого нужно придумать не только теорию про мозг и мышление, но и какой-то свой мир, свою историю. Я имею в виду, что в любой религии есть свои священные книги и легенды. Как Бог создал мир. Как там по земле ходили всякие пророки, творили чудеса и так далее. Вот что-то такое нужно было придумать и для саентологии. А что мог придумать, блин, писатель-фантаст? Правильно, очередной роман про пришельцев. Давным-давно в далекой-далекой галактике жил да был диктатор Ксену. И стал он проводить всякие репрессивные законы. Отменять свободу слова, вводить паспорта и цензуру. А тех, кто с этим был не согласен, арестовал, посадил на космические корабли и выслал на отдаленную планету – Землю. А чтобы недовольные и там не бухтели, приказал разбомбить планету водородными бомбами. Было это аж 75 миллионов лет назад. А все современные люди – это потомки душ тех самых первых сосланных сюда людей. Точнее, даже не потомки, а сами души. Якобы при рождении нового человека в него вселяется душа одного из мертвых пришельцев, а после смерти вселяется в другого. И так до бесконечности. Тем самым у нас как бы у всех были прошлые жизни. Забористая дичь. Кстати, самого Ксену и его ближайших злых соратников арестовали и тоже сослали на Землю, где их души томились в плену 75 миллионов лет. Но вот теперь ловушка перестала работать, и эти злобные сущности тоже получили возможность вселяться в людей. Вот почему у человечества столько проблем. Это нам гадят древние инопланетяне. Души пришельцев Хаббард назвал тетанами. А задача каждого саентолога – очистить своего тетана от инграмов. Короче, соединил одну свою шизу с другой. До кучи он представил еще и новое чудо техники – Еметр. Прибор, который обладает почти мистической способностью раскрывать самые сокровенные мысли человека. Отныне все сеансы одитинга должны проводиться только с Еметром. Или Еметром. Без разницы. А купить его можно только, конечно же, у Хаббарда. Кажется, прибор показывает, что ты лох. Хотя, по сути, эта штука была банальным гальванометром. И единственное, что она измеряла – это электрическую проводимость тела. Какая же в любых умных весах стоит сейчас. Только более продвинутая. Но саентологи до сих пор умудряются продавать дешевый девайс из школьной лаборатории по цене семи айфонов. Хаббард написал несколько книг с принципами саентологии. Одна из них называлась так. «История человечества, хладнокровный и основанный на фактах отчет о последних 60 триллионах лет». А другая книга так. Саентология – книга, способная сделать ваше тело старым или молодым. По желанию, разумеется. Способная лечить больных без физического контакта и предназначенная для врача не специалиста. Математика и физика. В отличие от дианетики, никакого нового хайпа саентология не вызвала. В конце концов, еще многие помнили Хаббарда как мудака-скандалиста, избивающего жену. Тем не менее, какое-то количество последователей все-таки нашлось. Саентология была организована совершенно иначе, чем движение дианетики. Ассоциация Хаббарда стала единственной официальной саентологической организацией. Процесс обучения и доктрины были стандартизированы и продвигались через журнал ассоциации. Ни администраторам, ни аудиторам не разрешалось отклоняться от подхода Хаббарда. Филиалы были организованы не как самостоятельная организация, а как франшиза. Каждый владелец такой франшизы был обязан платить Хаббарду 10% от дохода. Взамен они получали право проводить базовые аудитори. Но за более дорогостоящими курсами нужно было ездить уже в центральный офис. Эта модель станет чрезвычайно успешной. Саентология в каком-то смысле превратится в дианетику наоборот. Если дианетика за полгода собрала десятки тысяч фанатов и миллионы долларов, но также быстро обанкротилась, то саентология начинала с пары десятков последователей. Зато прекрасно себя чувствует до сих пор. Первый цикл лекции Хаббарда посетило всего 38 человек. Вот как описывают первое общество саентологов в Англии. Это была очень скромная компания. Во всем царила атмосфера крайней нищеты с оттенком мрачного заговора. Помещение было наполнено длинноволосыми мужчинами и короткостриженными невзрачными женщинами. Но благодаря тому, что Хаббар теперь контролировал каждую ячейку, это привело саентологию к процветанию. Он, вероятно, осознал, насколько сильнее люди готовы верить человеку, который кажется им умным и успешным. Поэтому начал все больше работать на образ такого типа всезнающего эксперта по всем вопросам. Ради этого он даже получил докторскую степень в университете Секвойя. Только не подумайте, что Хаббард реально пошел учиться. Нет, этот университет был неаккредитованной шарагой, которая продавала любые дипломы, какие захочешь. Хоть по математике, хоть по тонкому анализу астральных миров. Изменилось и отношение Хаббарда к религии. Если в Дионетике он настаивал, что все религии – это бред, и что его учения – это что угодно, но точно не религия, то вот в письме к своим новым последователям предложил превратить саентологию в церковь, создать центр духовного руководства и брать с клиентов по 500 долларов за 24 часа одитинга. Так саентологические франшизы стали саентологическими церквями. И некоторые аудиторы стали одеваться как священники, с церковным белым воротничком. Хаббард этому нисколько не препятствовал, а наоборот советовал, что если его последователи будут арестованы, им следует предъявить иск о возмещении крупного ущерба за приставание к божьему человеку, занимающемуся своими делами. Вскоре это станет основным механизмом защиты саентологии от критики. Если кто-то или что-то будут нападать на вас и искать уязвимое место, всегда находите или придумывайте достаточно угроз против них. Делайте это до тех пор, пока они не запросят пощады. Никогда не защищайтесь. Всегда атакуйте. В 54-м году эта тактика принесла свои плоды. Хаббард два года судился со своим бывшим покровителем Доном Перселлом за авторские права на дианетику. И тот, в конце концов, так устал, что сдался. Так Хаббард выгнал из бизнеса все независимые группы дианетиков. Не брезговал он привлекать новых членов с помощью и совсем уж грязных приемов, типа раздача брошюр больным полимелитом, представляя саентологию как научно-исследовательский фонд. В общем, наконец-то, Хаббард мог сказать, что жизнь удалась. Теперь он контролировал все денежные потоки, которые проходили через его организацию. К 57-му году ему платили около 250 тысяч долларов. Это как 2,5 миллиона долларов сейчас. Его семья тоже выросла. Мэри Сью родила ему уже троих детей. В 59-м они перебрались в Англию. Хаббард без проблем купил загородное поместье 18 века. Хаббард вошел в 60-е как лидер всемирного движения с тысячами последователей. Однако через 10 лет он был вынужден покинуть свой английский дом и перебраться жить на корабль в нейтральных водах. Как это получилось и чего он там опять такого натворил? Сегодня церковь саентологии заявляет, что проблемы 60-х были вызваны жестокими тайными международными атаками со стороны правительства Соединенных Штатов. Так прямо и говорят. Жестокими и тайными. Все они были ложными и хотели разрушить саентологию. Хаббард считал, что за атаками на церковь стоит обширный заговор неких психиатрических групп, которые тайно контролируют правительство. Каждое вранье, любое ложное обвинение и нападение на саентологию прослеживается непосредственно до членов этой группы. 19 лет они пытаются сокрушить и искоренить любое новое развитие в области разума. Я не случайно сказал, что Хаббард так считал. Не думайте, что создав успешный бизнес на религии, он каким-то чудом избавился от проблем с головой. Нет, он как был опасным паранойком, так и остался. Хаббард считал, что в его саентологию проникли диверсанты и шпионы, и поэтому решил организовать службу безопасности для проверки всех, кого он подозревал в нелояльности. Для таких людей Хаббард придумал новый термин – «ПЛ» – «подавляющая личность». Вокруг этих слов он нагородил кучу псевдонаучных объяснений, но основная суть сводилась к следующему – «подавляющая личность – враг церкви». Для всех саентологов вводилось правило, что подавляющих личностей можно обманывать, унижать, преследовать и вообще делать что угодно. Главное – не слишком сильно нарушать уголовный кодекс. Саентологов стали допрашивать с помощью детектора лжи. Вот только вместо настоящих детекторов использовались все те же бесполезные е-метры. Им задавали вопросы типа «были ли у вас когда-нибудь недобрые мысли об Элроне Хаббарде? Или вы когда-нибудь практиковали гомосексуальность?» А ворой этот абсурд превращался в сюрреализм, и у людей начинали спрашивать об их прошлых жизнях, вроде «а когда-нибудь разрушали культуру?» Короче, сами можете оценить точность такой оценки. Ах да, совсем забыл сказать, с чего же все начиналось. К этому моменту у ФБР была на Хаббарде уже довольно толстая такая папочка. Начиналась она со справки агента, который еще в 51-м назвал Хаббарда психически больным. Это когда тот пытался убедить всех вокруг, что его жена это на самом деле не жена, а советская шпионка. По мере роста популярности саентологии международная полиция стала обмениваться материалами по линии Интерпола. В конечном счете это привело к тому, что у правительства скопилось достаточно данных, чтобы обвинить Хаббарда сразу в целой куче преступлений. Во-первых, это получение прибыли от якобы некоммерческой деятельности саентологии. В 58-м году церковь саентологии лишили права не платить налоги. Во-вторых, в лечении людей без лицензий. У церкви изъяли тысячи непонятных таблеток, которые выдавались за лекарства от радиации. А еще конфисковали еметры и обязали церковь предупреждать клиентов, что их методы не имеют доказанной эффективности. После этого волна критики прошла по всему англоязычному миру. Началось с Австралии, где саентологов обвинили в промывке мозгов, шантаже, вымогательстве и разрушении психического здоровья членов церкви. Правительство австралийского штата Виктория создало комиссию по расследованию деятельности саентологов. Хаббарда там описали как человека с сомнительным психическим здоровьем, с комплексом преследования и явными признаками параидальной шизофрении, с манием величия. А его сочинения характеризовались как бессмысленные, переполненные самовосхвалением и театральностью. Этот отчет очень больно ударил по репутации саентологии. Если прежде саентологов представляли как капризных, но относительно безвредных любителей саморазвития, то теперь их начали считать опасными сектантами с промытыми мозгами. Газеты и политики Великобритании требовали от правительства действий против саентологии. На волне критики в 1966 году Хаббард оставил Англию и решил создать тихую гавань подальше от Европы и США. Его выбор пал на Родезию, африканскую страну, которая потом станет Зимбабве. Но несмотря на его попытки заручиться поддержкой местных властей, Хаббарду отказали в продлении визы. Обратно в Англию он тоже вернуться не мог. Британский министр здравоохранения объявил, что иностранным саентологам больше нельзя въезжать в Великобританию. А сам Хаббард внесен в списки нежелательных иностранцев. Потом все закрутилось как снежный ком. Расследования против Хаббарда и саентологии начали в Канаде, Новой Зеландии и ЮАР. Тогда же всплыли и первые факты вранья Хаббарда о своей ранней жизни. Преданный саентолог Джеральд Армстронг решил написать первую подлинную биографию великого гения. Но обнаружил, что буквально все его подвиги были фейком. Опасаясь за свою жизнь, Армстронг тайно вынес из офиса коробку с документами и сбежал. Саентологи подали на него в суд, обвиняя в воровстве и требуя запретить публикацию любых данных из украденных вещей. После разбирательств суд принял следующее решение. Хаббард сделал ряд ложных утверждений о своей военной карьере. Что он был героем войны с множеством наград, он им не был. Что он был ранен и получил награду, он не был ранен и не был награжден. Что он был искалечен и ослеплен на войне и вылечил себя с помощью методов дианетики. Он не был ни искалечен, ни ослеплен. Ни о чем из этого не может быть спора. Доказательства изображают человека, который был патологическим лжецом. Принимая во внимание общественную важность документов, суд посчитал действия Армстронга оправданными и разрешил публикацию. Хаббард ответил на это усилением репрессии внутри организации. Напоминаю, что он все еще считал ответственным за свои беды каких-то воображаемых шпионов. Для борьбы с ними Хаббард представил три крупные инициативы. Первое. Введение. Технологии этики. Помимо усиления дисциплины, это подразумевало необходимость, так сказать, отключаться от любой компании или человека. Включая родственников, которые были призваны подавляющими личностями. То есть, если твои родители критикуют саентологию или Хаббарда, то их нужно считать врагами и полностью порвать все контакты. Второе. Саентологов обязали писать так называемые отчеты о знаниях друг друга. По сути, это были доносы. Любой, кто нарушал устав или неправильно применял саентологические методы, получал наказание и оказывался под угрозой объявления его ПЛ. Третий. Политика честной игры. На самом деле, ничего честного в ней не было. Любого, кого считали врагом саентологии, можно было лишить собственности или ранить. Это могло быть сделано любым саентологом без каких-либо последствий со стороны церкви. Для борьбы с внешними угрозами у саентологов появилась своя спецслужба. Офис хранителя, во главе которого Хаббард поставил свою жену. Офис хранителя занимался всеми вопросами по связям с общественностью, включая сбор компромата на своих критиков и подачу судебных исков о клевете. По сути, они подавали такие иски на любую критическую статью в любой газете. Хаббард лично курировал их работу и требовал не стесняться валять в грязи всех, кто посмел что-то вякнуть против саентологии. Ищите зловещие кровавые факты и доказательства сексуальных преступлений в отношении нападающих на нас. Наконец, в конце 1966 года Хаббард обзавелся собственным флотом. Он купил три старых корабля и сделал их своим домом, а в качестве команды набрал самых преданных своих сторонников. И назвал все это морской организацией. Кстати, именно из этой компашки вышел нынешний лидер саентологов Дэвид Мицкевич. После того, как Хаббард создал флот, он на 8 лет фактически поселился в море. Три корабля ходили от порта к порту, по Средиземному морю и восточной части Северной Атлантики. Но редко оставался где-либо дольше шести недели. Нам нужно двигаться дальше, потому что за нами охотится так много людей. Если они нас догонят, то доставят столько неприятностей, что я не смогу продолжать свою работу. Саентология не попадет в мир и наступит социальный и экономический хаос. Или... Ядерная катастрофа Когда Хаббард основал морскую организацию, он публично заявил, что отказался от должности лидера. Мол, теперь он всего лишь усталый старый пенсионер. И хочет только покоя. Это тоже было неправдой. Хаббард продолжал получать отчеты от саентологических филиалов со всего мира. Ему привозили по 15 тысяч долларов в неделю. На корабли регулярно прибывали курьеры, доставляющие роскошную еду для Хаббарда и его семьи. Деньги привозили наличными, контрабандой, чтобы избежать ограничений на вывоз валюты. Остальные миллионы переводились на его банковские счета в Швейцарии и Лихтенштейне. Попутно Хаббард не оставлял попыток найти новое пристанище на суше. После неудачи с Родезией он попробовал обосноваться на греческом острове Корфу. Ради этого он даже переименовал корабли в честь греческих богов и регулярно посылал телеграмму, где восхвалял греческую военную диктатую. А свою организацию скромно называл философской школой профессора Хаббарда. Тем не менее, в марте 1969 года ему приказали плыть отсюда куда подальше. Потом была попытка устроиться в Марокко. Там Хаббард завел контакты с тайной полицией и пообещал, что сможет научить их секретным методом обнаружения диверсантов. Программа закончилась неудачей. Про связь Хаббарда с правительством узнали местные газеты и устроили скандал на всю страну. А что вообще представляло собой жизнь в морской организации рядом с Хаббардом? Очень многие саентологи подавали заявки на вступление, но то, что они видели на месте, сильно отличалось от ожиданий. Большинство из тех, кто присоединялся к команде, вообще не имели морского опыта. Неудивительно, что грубые ошибки экипажей часто приводили к проблемам. Но Хаббарда это не волновало. После шторма, который повредил роль одного из кораблей, Хаббард приказал перевести всю команду в состояние ответственности. Блин, как же этот чел любил придумывать новые термины. Если по-простому, то саентологов с провинившегося корабля начали по-всякому унижать. Приказывали привязывать к рукам половые тряпки и так и ходить с ними. Че смотришь? Сейчас модно так. Условия на борту были ужасающими. Экипаж работал до изнеможения, питался скудным пайком. Людям запрещали мыться или переодеваться в течение нескольких недель. Всех провинившихся сажали в специальные цистерны в трюме, без туалета, а еду приносили в ведре. В других случаях в качестве наказания людей выбрасывали за борт и долго запрещали подниматься обратно, пока бедняга совсем не выбивался из сил. Мы старались не слишком задумываться о поведении Хаббарда. В большинстве случаев оно было нерационально, но даже думать об этом было постыдной мыслью. А мы не могли позволить себе постыдные мысли. Один из вопросов при проверке безопасности звучал так. Бывали ли у вас когда-нибудь недобрые мысли о Хаббарде? И вы могли попасть в очень серьезные неприятности, если они у вас были. А значит, мы очень старались не думать о нем плохо. В 1972 году французская прокуратура обвинила Хаббарда и французскую церковь саентологии в мошенничестве и нарушении таможенных правил. Он испугался экстрадиции, поэтому тайно переселился с корабля в Квинс и целый год жил там инкогнито. В море он вернулся только когда угроза ареста уменьшилась. Правда, саентологи утверждают, что это был вовсе не побег, а важное социологическое исследование. Хаббарду было уже за 60, его здоровье быстро ухудшалось. Он был заядлым курильщиком, страдал от лишнего веса и воспаления суставов. В 1973 году он попал в аварию на мотоцикле, а потом перенес сердечный приступ. В 1978 он вообще впал в кому и только чудом выкарабкался. Состояние здоровья уже не позволяло ему долго находиться в море, поэтому он решил любым способом перебраться на сушу. Раз легально это сделать не получилось, значит надо сделать нелегально. В октябре 1975 от лица подставной фирмы был куплен небольшой отель и комплекс коттеджа во Флориде. Хаббард и Мэри Сью переехали туда в строжайшей тайне. Но уже через месяц кто-то их опознал, и Хаббарду пришлось спешно бежать. Но самое веселое было еще впереди. Вы же помните, что Хаббард настаивал, что лучшая защита – это нападение. Он не собирался вечно убегать и хотел всем правительствам дать решительный бой. Так появилась операция «Белоснежка». Еще в 60-х Хаббард предлагал саентологам устраиваться на работу в государственные ведомства. Неважно кем – уборщиком, секретарем или телохранителем. Тогда он еще вряд ли представлял, зачем это ему вообще может понадобиться. Но в 70-х, когда кольцо юридических преследований все плотнее сжималось, он решил, что время пришло. Ведь на чем эти министерства юстиции, департаменты по контролю за всем подряд строят свои обвинения? На всяких бумажках. Куча документов по саентологии хранится в пыльных архивах и представляет угрозу. Следовательно, надо сделать так, чтобы эти документы из архива исчезли. Тогда предъявить Хаббарду будет совершенно нечего. Операция «Белоснежка» продлилась два года. Саентологам удалось выкрасть документы более чем из сотни государственных учреждений. Это и управление по контролю за лекарствами, и налоговая, и береговая охрана, и даже Интерпол. Операция стала крупнейшим в истории проникновением в правительственные органы США. Неизвестно, сколько бы еще это продолжалось, если бы при очередной попытке кражи двух саентологов не спалил уборщик. Дальше было долгое разбирательство, когда ФБР пыталось понять, кто это попал к ним в руки. Советские шпионы или, может, агенты мафии. Когда они наконец поняли, что за кражей стоит церковь саентологии, то устроили самый масштабный рейд на головной офис в Лос-Анджелесе. В обыске участвовало одновременно 156 ФБРовцев. Он длился 21 час. А по его итогам из штаб-квартиры саентологов увезли 16-тонный грузовик, набитый документами. Саентологи по своему обыкновению тут же подали в суд, обвиняя ФБР в краже. Но блин, вы же сами эти бумаги первыми украли. Помимо прочего, обнаружилось, что кроме проникновений саентологи готовили самые настоящие провокации против известных критиков. Журналистку Палет Купер планировалось подставить по обвинениям в угрозе взрыва бомбы. А Гейба Казареса, мэра города Клиуротер, хотели обвинить в наезде на пешехода. После смерти Хаббарда эта практика, кстати, никуда не делась. Рассела Миллера, чья книжка сейчас у меня в руках, саентологи обвиняли ни много ни мало в заказном убийстве. Якобы он по приказу контрразведки ГДР убил избежавшего в Западную Германию музыканта. Короче, всего за время операции «Белоснежка» саентологам удалось похитить 90 тысяч страниц компрометирующих документов. За это к суду были привлечены 10 представителей церкви, включая жену Хаббарда. Но только не сам Хаббард. Несмотря на то, что все были уверены, что он лично руководил операцией, никаких доказательств не нашлось. А арестованные отказывались давать показания против него. Но Хаббард этого очень боялся. Особенно он переживал, что его сдаст жена. Настолько сильно, что исчез из радаров и не появлялся в информационном поле до самой смерти. С женой он тоже, кстати, больше никогда не виделся и не общался. В начале 80-х Хаббард почти все время был в дороге. Он жил в роскошном доме на колесах в компании молодых сторонников. Тогда он решил вернуться к фантастике и впервые за долгое время написал два романа. Например, «Поле битвы земля», по которому в начале нулевых снимут удивительно кринжовый и бездарный фильм с траволтой. Впрочем, нельзя сказать, что оригинал получился сильно лучше. Большинство критиков высмеяли книгу за плоских персонажей и неуклюжий язык. Теперь Хаббард был по-настоящему стар и болен. И все больше забивал на руководство церковью. А там очень быстро власть прибрал к рукам 21-летний Мицкевич. Он отстранил от управления всех старых друзей Хаббарда и даже его жену. А одну из его дочерей назначил своей личной горничной. Будто пытаясь показать, кто тут теперь на самом деле главный. Последние два года жизни Хаббард провел на уединенном ранчо в Калифорнии. Пока во внешнем мире шли споры, ожив ли он вообще, Хаббард занимался фотографией, музыкой и тратил миллионы на реконструкцию ранчо. Деньги от церкви он исправно получал до конца дней. В сентябре 1985 года церковь получила уведомление от налоговой, что там рассматривают возможность предъявить Хаббарду новые обвинения. Но до этого дело не дошло. Через несколько месяцев после этого Хаббард перенес инсульт и умер. Его тело кремировали, а прах развеяли над морем. Официально о смерти основателя саентологии объявил Мицкевич. Он заявил, что тело Хаббарда стало препятствием для его работы, и он сбросил его, чтобы продолжить исследование на другой планете. К этому моменту Хаббард не появлялся на публике уже шесть лет. Так кем был этот человек и какое наследие после себя оставил? Саентологи традиционно считают его ключевым человеком 20 века. Но что может сказать не саентолог? Ну, Хаббард был писателем. Далеко не лучшим, а просто нормальным. Во время одного из запросов по составлению рейтинга фантастов он получил худшую оценку среди всех авторов Золотого века. Но это скорее всего не из-за его выдающейся бездарности, а из-за того, что он придумал фантастическую сказку с императором Ксеном. И убедил сотни тысяч доверчивых дурачков, что это правда. Кстати, трудно сказать, сколько людей себя на самом деле считают саентологами. По официальным данным церкви это 8 миллионов последователей. Но эта оценка крайне завышенная, так как саентологи записывают в свои ряды всех, кто купил хотя бы одну книгу. По исследованию 2009 года выяснилось, что только 25 тысяч американцев сами себя причисляли к саентологам. В общем, не так и много. В разы меньше, чем тех же мормонов. Даже противники Хаббарда часто относятся к нему несерьезно. И представляют его хитрым проходимцем, который нашел способ развести лохов на деньги. Или просто безобидным фриком с дурацкими фантазиями. Но правда в том, что Хаббард был опасным психопатом. Абьюзером, избивающим женщин. Финансовым преступником, который заставлял служить себе сотни бесправных рабов. И пытался уничтожить всех, кто был с ним не согласен. Хаббард – патологический лжет, задержимый жадностью и паранойей, засосавший тысячу людей в свой фэнтезийный мир. Но, пожалуй, лучше всех о Хаббарде сказал бывший саентолог Джеральд Армстронг. Он был смесью Адольфа Гитлера, Чарли Чаплина и барона Мюнхгаузена. Короче говоря, он был мошенником. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok